Привет, друзья! В эфире снова Ньюсбокс. С вами Арсен Кипера. А сегодня интересная дата, 2 июня. Это день здорового питания и отказа от излиша с еде. Я уверен, что все вы правильно питаетесь и занимаетесь спортом. А пока вы качаете пресс, делаете приседания и садитесь на шпагат, я вам расскажу все самое актуальное из мира искусства. Готовы? Молодцы! Благодаря кому диджей Саша Дитт стал известным в России? Новый участник группы Бандера. Как ребятам удалось снять первый клип в новом составе? Как прошел звездный турнир по русскому бильярду? Самое интересное, об этом и не только, узнаете через несколько секунд в новом выпуске Ньюсбокс. Согласитесь, сделать хороший ремикс на известную песню – дело серьезное. Очень важно не потерять атмосферу песни и при этом найти ее новое звучание. Но Саша Дитт стоит за вертушками уже не первый год, и поэтому смог создать целый альбом таких ремиксов. Viagra, Vintage, M-Band и много других известных артистов поместились на одном альбоме. Как прошла презентация и кто поздравил Сашу лично, узнаете через мгновение. Вильвет Мьюзик – значит качество. Независимый продюсерский центр, о уровне которого говорит количество существующих успешных проектов, сотрудничать с Вильвет Мьюзик мечтают многие артисты. Зато подобным опытом теперь может похвастаться диджей Саша Дитт. Его работы с исполнителями этого продюсерского центра вылились в новый альбом «Румикс». Новый альбом, новый альбом – это в первую очередь достижение, я думаю, какой-то большой шаг, потому что это ремиксы на популярнейших российских звезд, ремиксы, которые поддерживаются радиостанциями. Альбом ремиксов, мне кажется, что это особенное, что просто я как диджей должен был это сделать. Многие из тех, на чьи песни Саша сделал ремикс, познакомились с творчеством диджея впервые, но уже успели проникнуться и полюбить его музыку. Честно признаемся, не сильно мы знакомы, познакомились мы, исходя из того, что он для нас сделал ремикс нашей песни, только после того мы стали слушать музыку его, его, в ремиксе. Вот, поэтому нам очень приятно, что сегодня мы присутствуем, мы слышали новые хиты, познакомились с ними, я уже хочу себе скачать и слушать. Вообще я не слышала до этого то, что делает Саша Дитт, и я пришла послушать, мне очень интересно послушать электронную музыку. У нас много электронщины сейчас в музыке появляется, я пришла сюда за звучками, вот жду. А вот солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева знакома и с самим Сашей, и с его музыкой уже очень давно. Певица уверена, что Саша начал свой творческий путь в России с правильного выбора артистов. Его первыми работами были ремиксы на песни «Винтажа», и за это время ребята успели стать друзьями. Вообще Саша живет у нас, чтобы вы знали. Когда приезжает из Германии в Москву, Саша живет у нас, на студии. У нас, я имею в виду меня и Лешу Романову. Так что мы, знаете ли, практически Саши родственники. Я видела его в одежде, без одежды, во всех его ипостасях. После таких откровений удивлять в этот вечер продолжили и гости вечера. Группа «Файвста Фэмили». Ребята расширили свой состав. Пополнилась женская часть группы. Лера Козлова, новая солистка, стала четвертой участницей коллектива. Это действительно у нас пополнение в нашем семействе. К нам присоединилась Лера очаровательная. Мы этому пополнению очень рады. Трепещим и волнуемся. Покажи, как мы трепещим. Это очень интимно и лично. Я не могу, не могу. Не на камеру. Но мне кажется, стоит спросить Леру о том, как ей с нами, потому что нам-то с ней хорошо. Мне, ребята, с вами очень хорошо. Вот такими сюрпризами и неожиданностями был наполнен этот вечер. Но главным событием все же была музыка. Живые выступления артистов, сет от Саши Дита и, конечно, новый альбом «Румикс». Я очень доволен. Мероприятие наше закончилось. Презентация просто прошла грандиозно. Я не знаю. Я просто безумно счастлив. Нам остается пожелать Саше оставаться счастливым и от зашкаливания продаж альбомов, и от дальнейшего опыта работы с новыми артистами. Выехали в поле. Группа «Бандерас» для съемок своего нового клипа отправилась вовсе не в дальние края жарких стран. Вместо этого музыканты со всей съемочной группой отъехали подальше от московской суеты на деревенскую природу. О том, чем обернулись съемки под палящим солнцем, узнайте прямо сейчас. Где найти идеальный перекресток для съемок клипа? По картам, наводкам и с помощью опытных специалистов группа «Бандерас» выслеживала местоположение подходящего пересечения двух дорог. И что самое интересное нашла, правда, довольно далеко от Москвы. Ну, перекресток — это как символ того, что ты перед принятием решения. Решение — это очень важный момент, перед которым каждый стоит на данном пути своей жизни. Поэтому такой тонкий момент, который идет лейтмотивом всей нашей темы, всего нашего видео. Кстати, сами участники группы перед сложным выбором долго не стояли. Совсем недавно в их рядах появился новый член коллектива «Владимир Солдатов», хорошо знакомый зрителям и по другим проектам. Теперь, ребят, снова пять. Мы на самом деле, мы просто решили вернуться к формату, с которого начинали, потому что изначально «Бандерас» — это пять человек было. А Вова — наш давний друг, наш единомышленник. Мы просто на данный момент записали несколько клевых треков, которые вы скоро услышите. Поэтому решили вписать его в полноправные участники группы. Да, и скоро вы услышите много хороших песен от группы «Бандерас» уже с моим участием. С нетерпением будем ждать, ну а пока насладимся клипом на песню «Моя печаль», презентация которого состоится уже совсем скоро. Напомним, что видео это снималось под палящим солнцем, но музыкантов это не остановило. Деревенские пейзажи только вдохновили и зарядили их силами. Возможно, после просмотра клипа и вам захочется выбраться за город и отдохнуть от городской суеты. Всем бильярд! Наш телеканал Russian Music Box знает толк не только в хорошей музыке, но и в первоклассных вечеринках. На минувших выходных звезды нашего шоу-бизнеса отврались с компанией друзей на турнире по русскому бильярду. Как и некоторые из участников, впервые взяла кей в руки и наш корреспондент Ксения Цедра. Группа телеканалов Music Box и сезоны русского бильярда «Зеленое сукно» представляют Звездный турнир, который вы не забудете никогда. За одним бильярдным столом сразятся Сергей Зверев, Наталья Гулькина, Антон Зацепин, Виктор Салтыков, Алиса Мон, Остап, группа ПМ и другие артисты. Мы сегодня проводим уже седьмой наш турнир. Турнир называется «Зеленое сукно», точнее сезоны русского бильярда, как по сезонам «Зима, весна, лето, осень». Проводим сегодня мероприятие в шикарном клубе, где 15 белых русских столов. И все получают удовольствие. У нас помимо бильярдного турнира обычно какие-то и музыкальные интересные представления, и мастер-классы, допустим, в этот раз мастер-класс по рисунку на шерсти и шелке. В прошлый раз было песочное шоу. Каждый раз у нас разные программы. Никаких предварительных тренировок, никаких подсказок, только честная игра. У каждого из игроков своя стратегия, но цели у всех разные. Кто-то пришел за громогласные победы, а кто-то просто приятно провести время. Канал «Мюзикбокс». Я уже очень много лет дружу с этим замечательным каналом, замечательной командой «Мюзикбокс». И все такие знаковые мероприятия, которые они проводят, это достаточно интересные мероприятия, я обязательно их поддерживаю. Дело в том, что лучший игрок в бильярд от нашей группы сегодня заболел и не смог прийти, и вот мы отдуваемся за него. А меня Серега Зверев вызвал на бильярдный поединок. Ну вот, я не мог отказать. Ну, подумали бы, что я трус, поэтому я пришел сюда показывать свои навыки в бильярде. Да уж, наш канал знает точно, как разнообразить досуг любимых артистов. Но бильярд оказался настолько захватывающим, что даже новички не стеснялись пробовать себя в игре. Буду получать уроки сегодня. Как правильно. Потому что, ну что же, стыдобень какая-то, честно. Все умеют играть, а я плохо. Я люблю бильярд, хотя я не профессиональный игрок, но я его обожаю. Мне кажется, я попробую. Я попробую, я думаю, что у меня получится. Все те, у кого брали интервью до меня, говорили, что они спецы, играют в бильярд, то я нет. Я хочу научиться. Мне очень нравится этот вид спорта. Вот. И всегда хотел подержать киев в руках. В этот день можно было все. И вкусно поесть, и с азартом покатать шары в лунке, и просто провести время в приятной компании. Ну что еще нужно в выходное воскресенье для счастья? А так, пока не играют, я могу насладиться чем-нибудь другим? Музыкой или что чем-нибудь? Когда мне показали, как это правильно делается, и что, ради чего, и как, то, конечно, я проникся. Вот с тех пор я люблю. Так лет, наверное, 15. Как потихоньку я так иногда играю. Дружеский бильярдный турнир. Присутствуют звезды. Должны быть очень интересны. Мы все в предвкушении находимся. Дети заняты, анимация. То есть все люди, которые пришли с семьей, они все придели. Всем хорошо и интересно. Издавна русский бильярд читался царской игрой. Еще бы, ведь по одной из версий его привез в Россию никто иной, как Петр Первый. Расположил первый бильярдный стол Петр у себя в приемной, чтобы развлекать своих гостей. Мы такую важную традицию тоже чтим и делаем все возможное, чтобы императорская игра и нашим звездам понравилась. Бильярд всегда играли, как мне кажется. Я не знаю, конечно, исторических фактов, но интуиция подсказывает, что играли в эту игру гусары, люди военные, люди достойные, настоящие, как в народе говорят, мужики. Потому что я очень люблю бильярд. Но, кстати, раньше бильярд был более популярен, но сейчас уже менее. Но с друзьями иногда собираемся чуть-чуть поиграть, отдохнуть приятно. Поэтому вот пригласили сюда, и я решила, конечно же, я приеду. И вот началось. Ведущий объявляет старт. Игроки расположились за своими столами. Их боевые киены готовы. Шары испуганно дрожат в треугольнике для пирамиды. Когда снимают несколько камер, сейчас смотрят мужчины, тут сложно попасть. Отвлекаешься. Тем не менее. Вау! Вау! Е! Первый раз за столько лет попробую. Уже рука не набита. Надо все-таки время на это. Вы сегодня отдуваетесь за всех, да? Да. Сегодня будем стараться продемонстрировать высокий класс игры на бильярде. У вас поддержка? Да, конечно. Наши товарищи, друзья поддерживают нас. Поэтому будем стараться не ударить грязь лицом. Я играю на бильярде четвертый раз в жизни. Вот как? Так что заранее извиняюсь. Кто-то в азарте залезает на стол, кто-то просто болеет за свою команду в сторонке, а кто-то задумчиво натирает мелом острия кия, продумывает дальнейшую стратегию. Здесь не важно, кто победит. Здесь важен сам процесс. Потому что я, например, подыгрываю, чтобы моим, так сказать, конкурентам было полегче. Потом я подыгрываю им, чтобы у них шар был поближе, чтобы как-то... Он все-таки зашел, он все-таки на своем месте, там, где должен был быть. И я это сделал, так что... Ну, я очень-очень-очень доволен. Кубок теперь в руках, да? Ну, пока не в руках, пока в руках у меня только кий. До кубка я доберусь. Где он, кстати? В общем, когда шарик попадает в лузу, это примерно как шарик, попадающий в кольцо. Баскетбольное. Очень приятное ощущение. Дело близится к развязке, и вдруг из-за одного из столов раздается громкий женский крик. Что бы это могло быть? Ну, мы темпераментные девушки, по-другому быть просто не может. А кто нас снимает? А, вон, нас снимает камера. По-другому быть не может. Мы вот такие яркие зажигалки еще с тех пор и до сих пор, и вообще до конца так будет, в принципе, я уверена. Поэтому у нас здесь уже такое 3-2, нормально, мы... О, не плохо. Да, но вы пропустили все, когда я уже на стол вообще легла практически. После таких страстей все же настало время завершать турнир. Но что это? Многие артисты никак не желают прекращать игру. И кажется, единственное, что может их остановить, так это накрытый стол. Не бильярдный, а уже обеденный. Напоили, накормили и ценные призы вручили. На наших звездных турнирах каждый участник-победитель. Сколько же вам за билет? Вау! Вот это да, вот это да! Татьяна Ворозова, ваши бурные аплодисменты! Но на этом праздник не заканчивается. Какова была радость гостей, когда они увидели огромный торт в форме бильярдного стола с логотипами партнеров вечера. Вот теперь-то им удастся полностью вкусить игру в прямом смысле этого слова. Больше всего сладкое любят дети. Девочка буквально гипнотизирует этот торт. Испугалась, убежала. Несмотря на огромные размеры угощений, от него и крохи не осталось уже через несколько минут. Сразу видно, поиграли гости на славу. Мы проводим турниры постоянно и вот с ребятами собираемся поиграть. То есть все ребята давно играют, тренируются где-то. Все интересные, добившись чего-то в жизни. И вот такой приятной компанией, вот приятно играть. Этой игрой я начал заниматься где-то полтора года назад. Ну и через полтора года все-таки уже доигрался до того, что решили выступать в качестве спонсоров данного турнира. Такому воскресенью, какое выдалось гостям звездного турнира, можно только позавидовать. Но обещаем, мы на этом не остановимся. И продолжим развивать и раскрывать таланты наших звезд по всем возможным направлениям. Главное, чтобы им нравилось. Какое море Сергея Жукова появилось на берегу Клязьминского водохранилища? Как картины могут спасти жизнь человеку? У какого артиста директором работает Саша Эсте? Большой фестиваль московских школ искусств. Как правильно вводить хоровод и как за пять минут научиться играть на балалайке? Об этом смотрите завтра в 19.00 на Russian Music Box. Нам пришла пора прощаться. Не забывайте заходить в наши официальные группы ВКонтакте и Фейсбуке, а также пролистывать инстаграм телеканала Russian Music Box. Там всегда найдется, что залайкать и откомментировать. А с вами был Арсен Кипера. Будьте позитивными, оставайтесь всегда на стороне добра. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok